Ассистент, я обнаружил некоторые тревожные сигналы. Поспешите ко мне в штаб-квартиру, пожалуйста. Мне потребуются ваши навыки в деле чрезвычайной важности. Всем привет, мы продолжаем проходить X4 Timelines, и на этот раз уже не миссии, а в нормальной, открытой вселенной. Новых игровых стартов не появилось, и я поэтому решил показать вам новый контент на текущем сейве, это будет быстрее. Ну а потом, может быть, я начну новый, но пока что план такой. Что я хотел сделать? Как вы сейчас слышали, только я зашел в игру, меня босс отапа звал, какая-то миссия у него появилась. Мы сначала выполним это, а дальше будем выполнять то, что мы открыли, проходя миссии. То есть там суммарно 9 кораблей новых, которых можно к себе присвоить. Трое новых врат должны открыться, и один какой-то тайник. Это все мы посмотрим, все я вам покажу. Так, теперь бы вспомнить, что у меня тут по собственности. Чувствую, я буду создавать новый этот, новый корабль, потому что сейчас вспоминать, на чем я летал, тяжело. Но сначала нас босс отапа звал к себе, мы телепортируемся в штаб-квартиру. Вход в систему. Океан Сантазии. Тут, конечно, будет лагодром. Научная лаборатория. Такое количество кораблей у меня тут уже, что просто жесть. А, это этот донарь тут никуда не делся. Привет. Тревожный сигнал. Приветствую, дорогой ассистент. Я рад, что вы смогли ко мне присоединиться. Должен вам сообщить, происходит нечто странное. Астероид в центре нашей штаб-квартиры оказался не просто космическим камнем. Что вы имеете в виду? Ну, если вкратце, он излучает. Мне нужно будет изучить все детальнее, но через структуру проходят отчетливые сигналы. Сигналы? Действительно. Насколько могу сказать, наш астероид что-то вроде мозга, основанного на минералах. Мозга значительной мощности, который, похоже, отправляет наружу сигналы, пытаясь установить с чем-то связь. С чем? Это отличный вопрос, ассистент. Сигналы, похоже, исходят в случайном направлении, но есть еще кое-что. За Иоанна Муззура, похоже, что-то на эти сигналы отвечает. Мне нужно, чтобы вы разведали что-то. По всем признакам, там не должно быть ничего достойного внимания. Я посмотрю. Все отлично, но есть еще кое-что. Я упоминал, что этот минеральный мозг будто ищет что-то во всех направлениях. У меня есть гипотеза, что ему требуется какой-то стимул, будто он голоден. Пожалуйста, будьте внимательны к любым артефактам, что вам попадутся. Они могут быть связаны с астероидом. Ну, замечательно. Ладно, у меня есть катана на подхвате. Там несколько штук созданных. Блин, еще привыкать к новым этим самым иконкам. Так, в общем, это корветт. Корветт, получается. Морская лисица. Вообще не помню, что такое. Короче, это не фрегаты, а это линкор. Это корабль снабжения, это иконка Барбаросса. Это у нас как эсминец идет. Ну, в общем, я думаю, мы постепенно привыкнем. Так, Аргон Прайм, катана на подхвате. Нам надо в Ианамус Зуру. Посмотрим, может быть, я сейчас создам новый корабль. Ближе будет. Где у нас ближайшая верфь. Ну, конечно, я создам новый корабль. Так, Ианамус Зура. Это пожары разгрома. Ох ты, е-мое, вспомнить бы. Почему оно перестало показывать названия этих? Мне так не нравится. Вот, Ианамус Зура. У меня ближайшая верфь находится рядом. Я вот тут вот сейчас создам корабль. Строительство кораблей. Это, походу, надо разобраться уже с новой экономикой. Походу, что-то поменялось. Люкс. Тут все есть. Так, спутник необычный мне не нужен. Улучшенный спутник. Навигационный маяк. Следовательский зонд. Лазерные башни. Все, давай ты стойся, куваками исследователь. Сойдешь. Добавить корзину. Подтвердить заказ. Ну, а мы вернемся, когда уже окажемся в Ианамус Зуре. Я так думаю. Ну, если что-то по пути будет интересное, я, естественно, это покажу. Блин. Блин, блин, блин. Я пушки забыл выставить нормальные. Ну, ладно, значит, будет Катана на подхвате. Любую возьмем. Ну, теперь держи. Я же не просто так их создавал. Давай сюда. Телепортироваться. Напрашиваю разрешение на стыковку. Разрешение на стыковку предоставлено. Катана. Катана. Ну, в общем, это судьба лететь на Катане. Но наибыстрее и хорошо. Все. Лететь на Куруаками, на которой я рельсу, спиртнул, мне не очень хочется. Автопилот задействована. Вход в систему. Иоанна Муззура. Добрый день, ассистент. Вижу, вам удалось добраться до Иоанна Муззура. Подозреваю, что вновь открылись спящие врата. Пожалуйста, разведайте там. Так, Иоанна Муззура. Спящие врата. Оно это, это относится к другому, это к тем пунктам, которые, о которых я говорил. Мы это еще разведаем обязательно, но не сейчас. Сейчас нам надо тут найти что-то. Есть что? Опа. Пустое пространство. Все, летим туда. Пока нифига. Ну вон эти врата, я уже их вижу. Мы туда обязательно слетаем? Вот, а строит, наверное, он с ним сразу. А может и нет. Может и нет. Обычный астероид. Астероид. Лед. Обычный астероид. Так, о, все, я вижу корабль какой-то. Минотавр. Рейдер. А, ну это, в смысле, где я нахожусь. Это Минотавр Рейдер. Мне он интересен. Ох ты, ё-моё. Итак, дубль два. Дубль два. На этот раз я сохранился заранее. Блин, ты разучился все делать. Да что у тебя. Неизвестный объект. Неизвестный объект. О! Ну и ну. Вы действительно обнаружили вновь проснувшиеся врата. Полагаю, надлежит исследовать, что там. Так, ну это, кстати, не те врата, которые были отмечены как награда. Видимо, это дополнительные еще. Не тот секта. Назначение откровения Митсуно. Вход в систему. Воспоминания Митсуно. Блин, классно. Во имя бабушки. Приветствую тебя, не знакомец. Бабушки. Не мог бы ты нанести мне визит на моей станции? Надеюсь, ты меня простишь. У нас редко бывают гости. Я квитанат Гантелиус. Мне бы очень хотелось рассказать моим друзьям, что я повстречала чужака. Так, квитанавт, хорошо. Еще попробую. Как же я заржавел. Это пипец. Можно мне на мне сфокусироваться? Ну что за... Вот как среди вот этого всего дерьма, блин, быстро на себе. Квитанавты. Это станция, станция. Ну, кстати, прикольно, что я сразу же новый сектор открыл. Полетим туда. Вне зоны стыковки. Разрешение на стыковку получено. Вне зоны, вне зоны. Верить в себя надо. Стыковка завершена. Добро пожаловать. Так, мы, помятуя о том, что у нас вылетало, сделаем еще раз вот так. Самое печальное, что у меня, моя штаб-квартира находится фиг знает где. Мне нужно будет лететь через дебильный сектор. Который с аномалиями. Ну, там вроде как можно уже пользоваться магистралями, но они тупили в прошлый раз и не всегда ими пользовались. Ну, мы попробуем на автопилоте. Посмотрим, что будет проходить. Благодарю за визит, незнакомец. Мои друзья будут завидовать нашей встрече. Незнакомец воспоминаний. Надо же. У меня для тебя также есть поручение, если тебя это интересует. Воспоминания Митсуна. Мы были в изоляции много-много поколений. Воспоминания Митсуна – это пристанище тишины и гармонии, благословленное бабушкой. Бабушка? А, бабушка основала нашу цивилизацию. Она наша спасительница, и ей одной мы обязаны столетиями мира и процветания. Она управляет воспоминаниями? Правительница? Ха, нет. Воспоминания нет правителя. Она – это мудрость. То, каким она видит будущее. Так, я ищу источник сигнала. Я ничего не знаю ни о каких странных сигналах. Возможно, это как-то связано с бабушкой. Она очень умна и всегда рада экспериментам. Так, это я уже спрашивал. Миссия? А, да, поручение. Наша информация ограничена, но мы понимаем, что здесь, в воспоминании Митсуна, у нас несколько иной подход ко всему. Мы допускаем некую форму бартера, как с товарами, так и с кораблями. Мне было поручено выяснить, могут ли чужаки воспринимать бартер как способ получения прибыли. Если ты не против быть моим подопытным, Аргну, я могу отправить задание по бартеру на твой интерфейс миссии. А, я к тебе вернусь. Уже уходишь? Возвращайся поскорее, пусть бабушка улыбнется тебе, незнакомец. Тебя ж на строповое масло нужно. Мы, соответственно, его доставим. Так, комплекс переработки, пока он будет доставлять, это разведчик какой-то, исследователь, нам неинтересно, откровение Митсуна. Давайте возьмем какой-нибудь корабль, гриф, эксперимент, а не в прыжке веры, это то, что я захватывал этот. Ну, ладно, 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 сейчас мы тогда здесь прям создадим корабль. Да ё-моё, строительство кораблей. Создадим М-корабль. Допустим, это у нас будет дельфин. Транспорт. Они транспортом сейчас называются, да? Я всё забыл. Ну, будет дельфин. В комплектации люкс. Будет лакшери дельфин у нас. Дельфин. На строп. На строп. Всё, добавить в корзину. Создавайся. И ты у меня на строповое масло будешь торговать, возить. Так, пока поищем на строповое масло. На строповое масло кто у нас продаёт? Поближе. Поближе. Ё-моё. Закупаемые, продаваемые. Мне нужна... Давай уберём лишнее. Ё-моё, сколько у меня тут всего? Вот, на строповое. Нас интересует... Исключительно... Извиняюсь. На строповое масло. На, купим на торговой станции. Чё нам? Ай, блин. 27 кредитов. Можем себе позволить. Можем себе позволить, как говорится. Так, ищем теперь тебя здесь. АБВГ. Д. Соответственно, ты лети, купи торговля. Настроповое масло. То есть, вот так. Не будем борщить. Там надо 600 чем-то. Ну, вот так вот сделаем. Потому что я вот чувствую, что ещё понадобится. Принять. Купи у нас строповое. Дальше тебе нужно привезти его сюда. Сюда стыковаться и ждать. Нет. Стыковаться для торговли. Всё. А, всё понятно. У меня ж это... Кто это такие? Яки? А у меня ж с яки... А, ну это они строятся у меня в верфи. Давайте мы вот сейчас закроем версии. Так, личное дело. Трофей. Информация. Так, обзор логистики. То есть, сейчас яки всех тут распердолят. Система упреждения у меня тут страдает. Мы сейчас закроем производство вообще. Не строить пиратам. Так, не продав... Не строить корабли. Всё. Всё. Пусть накапливаются ресурсы здесь. Нам деньги не нужны. У нас их и так много. Дельфин. Так, Балаур был. Который Балагур. Что у него тут? Курака. Ну, на этом я летал. Не просто так. Дельфин на строп. Так, я, короче, в свой корабль, чтобы побыстрее этот припетел. Заодно я разведаю пока станцию. Стыковка. Чё время зря терять? Да ё-моё. На меня пошли. Знакомец, мне нужна твоя помощь. Вопрос жизни и смерти. И возможного дипломатического кризиса. Моя протеже, молодая сплитка по имени Калты КТТ, отнеслась к открытию врат с несколько излишним энтузиазмом. Она одолжила довольно неплохой гоночный корабль и отправилась исследовать другие системы. Согласно её последнему сообщению, она застряла в телодийском минном поле. Я очень не хочу её смерти. Но если первым контактом ТЛАДИ с критонавтами будет военная стычка, наша дипломатическая позиция будет весьма затруднительной. Если ты можешь спасти Калт, не привлекая лишнего внимания, ты окажешь нам неоценимую услугу. Ну, мы это сделаем. Обязательно сделаем. Но всё по порядку, пожалуйста. Пока что открываем станцию, привезём на строповое масло. О, торговая станция. Маяк. Откровение Митсуна. Давай тут ещё... Да, блин, почему постоянно стал курсор переключаться? Меня это так бесит. Чё-нибудь новое появилось? Появилось. Неизвестный объект. Врата какие-то ещё, видимо. Да? А мы можем посмотреть, что у нас по миссии. Менеджер миссии бартерные. И вот квитонавты. Всё. Ну, это мы выполним следующим. Чё, слетаем. Посмотрим, чё там. Вход в сектор. Неповиновение Митсуна. Блин. Чё-то какие-то новые секторы глючные. Логучие. Наши-то... Да ё-моё, я ж не могу вовремя отпустить. Да ё... Это не я такой кривой, это лаги. Хотя, может быть и кривой. Неизвестная станция. А чё Митсуна, Шанашета? Они вообще объяснят, как оно попало в реальный мир. Их же Сонаны создали просто. Их не было. Неизвестная станция. Завод лёгких кораблей. Ооо, вот это интересно. Что здесь есть? Это верфь. Купить корабли. Эта фракция не продаёт и не модернизирует корабли напрямую. Ах ты ж. Такая-сякая штука. Неизвестная станция. А это, наверное, нормальная верфь. Для тяжёлых кораблей. Ну да, отсюда, кажется, для такого... Ооо, ещё врата. Ускоритель, точнее. Сейчас мы откроем вот это сначала. Газоперерабатывающий завод. Нет. Неизвестный объект. Пролетим сюда. Мне не нравится, что бартерные миссии. Это может означать, что тут сейчас дофига такого будет. Добра. А вот и верфь. Код, сектор, жертва Митсуна. Нет, опять я не угадал. Тут же стапелей нету. Чё я на всё-таки кидаюсь, как на верфь? Жертва Митсуна. Ещё станция. Ещё станция. Ещё станция. Неизвестная станция. Так, интересно, чё мы там на стропчике делаем. Тут производство еды отсюда вижу. Да, пилюли делают. А вот и верфь. Вот тут я... Либо док оборудования. Сейчас мы посмотрим. Неизвестная станция. Да, это... Это верфь. Есть. Это верфь. Ну, я думаю, это фракция. Вот у неё три. О, всё, мой прилетел. Да. Ну, твою мать. Ладно, хорошо. Получите энергоэлементы. Чего? У меня с собой были энергоэлементы? А? Откуда у него были энергоэлементы с собой? Ну, ладно. Завод тяжёлых кораблей. Торговать я не могу с ним, да? Зараза. Ну, может быть, репутацию поднять надо? Ну, хотя вряд ли. Тут же написано... Неизвестная станция. Специально для аубанцев, что они не торгуют этим. Так. Камушек. Сейчас откроем финальную станцию и... Посмотрим, что мы можем сделать со второй миссией. Готовы к торговле. Да, всё, всё, хорошо. Пропустите эту сделку. Всё, сиди там. На попе ровно. Ты мне каким-то хреном энергоэлементы перевела. Комплекс передовых технологий. Всё, хорошо. Что оно так? Кветонавты. Они нейтралы со мной. Но я думаю, после выполнения их сюжетки, они станут со мной торговать. Мне так кажется. Я так надеюсь. Всё, дальше смотрим, что у нас есть. У нас есть задание. Предложение миссии. Точнее, уже готовые. Кветонавты. Взрывоопасная волокита. Сплиту нужна срочная помощь. Стремясь исследовать сеть, сплит попал в ловушку в минном поле вместе с гоночным кораблем. Хуже того, инцидент грозит испортить отношения между квитонавтами и министерством финансов. И это ещё до того, как отношения будут официально установлены. Если вы поможете сплиту, сплит обещает, что квитонавты будут вам бесконечно благодарны. Возможно, сплит даже удастся уговорить расстаться с этим милым кораблём. Так, сделать активно. И где? А, ну хорошо. Давайте, полетели туда. Ну, на подлёте я уже вернусь. Если что-то будет по пути интересное, покажу. Подлетаем к Ионамус Зура. Вход в систему. Ионамус Зура. Мины вон повсюду. Оу. А, как будто бы открытый был этот. Так, чуть-чуть ещё приблизимся. Всё, теперь аккуратно. Нет? Не хочешь общаться? А, ну понятно. Мне взорвать мины? Или чё? Так, надо сохраниться перед этим. Ну ладно. Мину свой чужой можно выделить, пожалуйста? Мина. Здравствуй. Ты должен быть добрый незнакомец, о котором Детелиос рассказал Сплиту. Сплита зовут Кэлтгт. Сплит попала в плохое место. Если бы у квитанавтов были дипломатические отношения с Теллади, Сплит могла бы просто им позвонить. Но если сделать это сейчас, Сплит выглядит как шпион. Поможешь Сплиту? Может, Сплит сможет уйти, если незнакомец уберёт мины. Ассистент, Прошу извинить за вмешательство. Неподалёку от вас присутствует высокопоставленный чиновник Министерства финансов. Его зовут Букоиолос Ялангис Йоиунис Второй. Должен вас предупредить. У него довольно мрачная репутация. Но, возможно, он сумеет разрешить это затруднение. Ну, давайте. Короче, уничтожать мины, наверное, можно, но, наверное, это не самый лучший вариант. Теоникс, защитник. Полетим выполнять то, как задумано. Всё-таки эта креветка никогда нас не подводила. Может, что умная посоветовала и на этот раз? Гогозолос. Яхонидис. Приветствую. Сдавайтесь, блин. Хороший вам. Ну, ладно, я пристыкуюсь. Вроде бы я на этом корабле могу пристыковаться. Вот у меня, блин, спрашивают, почему я летаю, ну, не летаю на эсминцев в видосах. Да потому что я же миссии выполняю. Утопка невозможна. Ага. Понятно. Я к этому дерьму тоже пристыковаться не могу, но я могу с ним поговорить. Так. Могу телепортироваться туда? Спасибо, карта. Отлично. Вот ты бы просто... Сама полезность. Зачем ты меня так сделала? Могу на тебя телепортироваться? Не, не могу. Ладно, придется зависнуть над ним и в скафандре. Все. Все. Заякорились. Так вот. Патрульные эсминецы мне не надо, мне себя нужно. Удалить все приказы, если есть. На всякий случай. А то сейчас выйду, и окажется, что этот хмырь решит полетать куда-нибудь. А мне это не нужно. Разрешение на стыковку получено. В общем, только личное присутствие. Никаких разговоров по радио. Только сказал, что корабли могут стыковаться, и тут же продемонстрирую, что я с таким же успехом и на эсминце мог это сделать. Привет. Помогите мне спасти Кэл-Тэ-Кэ-Тэ. Говорите, в закрытой зоне Министерства Финансов попал в ловушку Сплит? Весьма тревожные новости. Оно из воспоминаний она, Митсуна. Еще одна группа бандитов, пришедшая за нашей прибылью, вне всяких сомнений. Это может означать новые возможности для торговли. Прибыль? Разумное замечание. Возвращайтесь к своему дружку Сплиту, я отключу минное поле. Ну, такой прям... Характер прям жесткий. Сказал, как отрезал. Да не лети ты телепортироваться. Давай, Квитонавт. Сэр. Не сэркай меня, уйди. Дротик. За дротик. Можно было просто расстрелять все мины. Ну, неизвестно, какой исход был бы. Это я, ЮНИС. Мины отключены. Проход свободен. Также отправим посланника к Витонавтам. Министерство финансов благодарит вас за будущую прибыль. Сопроводим. Большая благодарность. Незнакомить. Сплит сейчас отправится назад к Кантелиусу. Сплит думает, будет добрая, но суровая нотация. Автопилот задействована. Ну, кстати, Квитонавты уже плюс 7 у меня получается с ними. Репутация. Незнакомец. Огромное тебе спасибо за спасение, Кэл. Ее корабль весьма неплохое разведывательное судно. Копия древнего корабля, построенного самой бабушкой. Если тебя, возможно, интересует его приобретение, навезти меня. Не думаю, что позволю я использовать его дальше и влипать в неприятности. Ну, блин, мне... И тут обман. Сказали, что, может быть, отдаст. Так, ладно, информация об игроке. Посмотрим, что там. Ну, сенсорных сетей это видео, приглашение церемонии... А, Квитонавты меня приглашают. Это хорошо. А я все еще сопровождаю тебя. Получается. Миссия еще не схлопнулась. Автопилот задействована. Снова потошним немножко за ней. Квитонавты плюс 10 уже. Если можно повышать репутацию с ними, наверное, они мне потом будут что-то продавать. Хотя бы чертежи мне продайте. Мне больше ничего не надо. Чертежи я все куплю, сам буду строить. Это самое то, что мне требуется от вас. Ну, все, тут можно уже не сопровождать. Автопилот отключено. Да, блин, выделить. Кофт для производства возобновляемой энергии. А, не, стыковаться уже и не требуется. Так, миссии. Смотрим еще раз. Менеджер миссии. Это все присвоено званием. Сейчас мы сделаем активным. Полетим. Стыковка отменена. Да, нормально. Посмотрим, что они могут мне продать. Ускоритель. Неповиновение Митсуна. Сплитка бы, наверное, отдала бы мне на халяву свой корабль, если бы я просто молча бы уничтожил мины. А так ей всыпали по первое число, и она поэтому не захотела отдавать. Такова моя версия. Ну, в любом случае, сейчас мы получим лицензии, посмотрим, что можно купить за эти лицензии. И на сегодня будем серию завершать. Хотя сначала поговорим с этим типом, посмотрим, сколько стоит у него этот корабль. Он же сказал, подойдите ко мне, поговорите. Жертва Митсуна. Ну, это врата, а не за станцией. Как же жарко. Пришлось выключить кондиционер, пока записываю. Ну, чтоб он не шумел. Я уже тут офигеваю за этот час, что сижу. Вход в сектор. Жертва Митсуна. У нас сегодня 40 градусов. Разрешение на стыковку получено. Ну, этих пока с виду какие-то монорины, какая-то хрень продаётся. Ну, летает. Посмотрим, что ещё будет. Стыковка завершена. Рады приветствовать вас на борту. Ещё бы. Ещё бы вы были не рады. Чертежи мне продайте. Ну, сейчас, думаю, максимум этого задротика дадут мне, чтоб я мог сам строить. Получить звание. Но это не просто формальность. В вашем интерфейсе уже могли появиться новые торговые предложения. С куда лучшими условиями, к тому же. Рекомендую обратить особое внимание на корабли. Ха-ха. Ну, хватит с вас моей болтовни. Мы очень ценим вашу помощь и надеемся ещё вас увидеть. Пока. Такое ощущение, как будто бы половину диалога вырезали. О, пока. О, ни хрена, да? То есть, так нет? Бабушка. Признание квитонавтов. Короче, ясно. Так оно просто не получается. Хороший стрелок. Они, видимо, выдают всякие корабли за выполнение. Ну, тут награда такая. Короче, да. Не дают почему-то так сделать. Попробуем поговорить. Говорить я сразу буду, потому что у меня тут есть корабль рядом с ними. Сейчас я телепортируюсь туда просто. И пойду пообщаюсь. Если что, потом портанусь на свой. Откровение Митсуна. Ух ты. Ух ты. Офигеть. Я на этом корабле ни разу не был. Прикольно. Какая-то ржавая хрень. А это что такое? Ну, ладно. Слушайте, баронов. Интересно, кораблики. Дельфин. На станцию, пожалуйста. Блин, что? А! Ясно. Для особо одарённых тут есть выход. Это чисто на открытом воздухе штука, да? Уже столько времени играю, я ещё ни разу внутри дельфина не сидел. Я аж не ожидал. Пойдём поговорим. Пока выполнил это самое задание. Включим бабушка. Сделать активной. Поговорить с бабушкой. О! Я реально с бабушкой? Ага. Оно вообще не тут. Ну, оно не тут, но... Ладно, мы всё равно хотели поговорить с этим типом. Он обещал корабль. Я так рада твоему возвращению. Сегодня бабушка благоволит мне. Мои друзья будут завидовать нашей встрече. Незнакомик с воспоминаний. Надо же! Так. Расскажите мне о Доротике. Ещё раз спасибо тебе за спасение, юной Кэл. Этот корабль особенный, построенный самой бабушкой. Она говорит, что это кофе корабля, на котором она летала много поколений назад. Я с радостью продам его тебе, как признанному другу квитанавтов. Да! Купить корабль. 250 тысяч кредитов. Да, всего лишь навсего. Брава собственности переданы. Обращайся с ним хорошо. О! Чертёж разблокирован. Отлично, я могу строить. Так, про сигнал-то мне ничего не скажешь. Я ничего не... Она очень умна и всегда рада экспериментам. Уже уходишь? Возвращайся. Так, давай смотреть. У нас, по идее, сейчас появился дротик. Дротик. Он тут находится. Зашибись. Такой же поломанный. Но, самое интересное, что мы можем дротик теперь строить. Где моя верфь? Верфер-гонец. Строительство кораблей. С. А-а-а. О-о-о. Короче, его можно только один. Только один иметь в подчинении. Ну, хорошо. То же дело. Сейчас мы в него переместимся. Дротик. Осмотрим его беглым взглядом. Так, выход можно отсюда? Кокпит. Где выход? Как отсюда? Ух ты, ё-моё. Ну, собственно. Вот. Вот такая штука у меня. Летающая. Есть. Ну, а на сегодня на этом всё. Продолжим в следующей миссии. Ставьте лайк. Подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok